Итак, первый бой, если он конечно же получится, я выложу в телеграм, если не получится только в youtube. Назовем его, вас тут не стояло. Здесь у нас малыши присутствуют и главный виновник у нас пивоинь. Пишется через Э. Он отдохнул, у дитяти отъелся. Видите, у него сзади дыбом встают волосы? Жабо. Ну, в общем, не волосы, а перья. Это значит, что он все видит, но ничего сказать не может. Он видит соседского петуха, неизвестного или известного. Непонятно, помнит, помнит своего начальника или нет. Так, вот тут у меня уже ноги обтрепывают, он обклевывает цыплята. Напоминаю еще раз, все бои находятся в телеграм канале. Зайти в него можно очень легко это нажать на кнопочку или ссылка в конце, активная ссылка в конце этого канала, в описании. Заходите на последнюю страничку в канале и моем, естественно. Там нажимаете телеграм-канал. Есть телеграм-чат, не перепутайте. Сейчас я наберу воды. Вот любители во время набирания начинают меня подталкивать. Там очень много боев у нас происходит. Происходило, по крайней мере, весной точно было. Я не помню, там осенние были или нет. И я его еще выкладывал летние прошлогодние. Так, вот он уже освоился. Вот смотрите, начал подкатывать этот малой к старому дядьке. Так, меня дергают за штаны. Опять есть. Вот он освоился. Обычно, когда петухи не освоились еще, они хотят выскочить и бегут в сторону сетки. Или, ну, в общем, какую-то в крайнюю область впадают. Или забиваются в середину в помещении, где-то прячутся, пытаются спрятаться. Опа-на! Опа-на! Да что ж ты творишь? У деда вырвал кусок этого пера. Ничего себе! А это еще один криволапый. Ну, видите, он у нас спокойный товарищ. Я бы сказал, он больше... Вот эти звуки издают пионь. Не буду его показывать. Так все ясно. Я его называю рыцарь. Он такой, значит... Если его не трогают, то и он не трогает никого. Кроме пивня. В каждом правиле есть свои исключения. Опять дитятка подошло одно. На тебе! Получи, старикашка! Вот это боец! Я всегда утверждал, что он будет бойцом. Это была разминочка. Большой шкаф ромка падает, да? Как написано у нас перед входом. Вот с кем надо проводить учебные бои. Он не нападает первый. Ведет себя скромно, но беспощаден с врагами. Как говорилось, в 17 мгновениях весны. А вот и враги. Пришло осознание, что он тут не один. Главный сразу отложил личинку. Опа! Даже не получил по мордам. А дети агрессивные попались. Да? К проверяющему пошли. Это курочка. Она тут, в общем... Как бы не при делах, но ничего. Камень, который не глотается. Я как-то своим домашним рассказывал, что куры по камням берут в клюв, то есть у них программа стоит. И если этот камень каким-то образом не подходит, они его не проглатывают. По каким-то причинам непонятным. А если он подходит, то тогда они его подбрасывают 2-3 раза и потом глотают. Так, вот еще кто-то хочет выяснить отношения. Или просто посмотреть издалека. Так. Надо свалить это дерево. Петухи кричат. Или что-то им показалось. Или что-то заметили. Началось движение к курятнику. Ну что? Немножко дрожит. С непривычки. Но так смотрит правым глазом. А этот товарищ, или он вам не товарищ, смотрит левым глазом. Только его пересмотрит. Видно, что пивонь драться не хочет. Но... Все еще впереди. Или пивонь помнит. Память приблизительно где-то у петухов трое суток проходит. Я называю это размытие статуса. Это когда они забывают, какого они были статуса. Вот молодежь пыталась выяснить, кто главней. От, скажем так, от трех суток. Это долгосрочная память. Или среднесрочная. Ну а очень долгосрочная память. Это более семи суток у петухов. Они бывают, не хотят драться вообще. Ну а бывают такие спокойные, как Дуду. Они не нападают первыми. Были такие, как Карапуз. Они вели себя агрессивно сразу. Которые нападали первыми. И потом не били. Не добивали. Просто... Вот это... Просто нападали, пугали. Так хорошенько, с первого раза. Чтобы не было потом вопросов. У вопросов нет матросов. Нельзя сказать, что сейчас холодно. Никто не мерзнет. Плюсовая температура. Почва сырая, но солнце светит. Итак, Арсений Селезнев, Заробой. Додо и Пивань не состоялось. Но два или три раза молодежь покушалась на такого большого дядьку и здорового. Это хорошо, что они имеют некоторое собственное достоинство. Пытаются прогнать со своей территории чужака. Это просто замечательно. Значит, что они с курами смогут общаться. На равных, так скажем. Даже такие вот криволапые, как вот такие петушки, курочки. Курочка-криволапка. Это они такие от рождения. Что-то не то сделано. И на этом будем заканчивать. Следующий акт будет переселение одного из петухов, наверное, Пивня в ту часть, как его встретят. Посмотрим, как это будет происходить. Но уже чуть позже. Я не знаю, сегодня получится или нет. Хотелось бы такой солнечный денёк. Но посмотрим. В общем. Он уже долго отсутствует. А этот пока будет статус размываться. Вот такой продолжительный звук, который выдают петухи. И это значит, что они проиграли. Это значит, что они сдаются. Также перья на затылке, поднимающиеся. Это тоже означает, что они сдаются. Это как белый флаг. И, ну, собственно, они не нападают, а держатся на каком-то расстоянии. То есть, скорее всего, что он просто помнит. Потому что расстояние такое же. Подписывайтесь на канал. Арсений Селезнев, Зверобой. На канал в Телеграме. В Ютубе. Ну, и Инстаграм. Сейчас я его закинул. Но там есть 300 с чем-то фоточек. И с петухами тоже. Есть, что посмотреть. Пока.